1, 2, 3, 4, 5. Всего 26 пар обуви из 28. Подготовительная группа Барнаульского детского сада номер 226 практически в полном составе. Проветривание систематическое проводится по графику, влажная уборка с применением дестретства. Профилактика и ежедневная работа с родителями – вот то, что может защитить детский сад от карантина. К слову, в Барнауле все дошкольные учреждения пока работают. Резкого роста заболеваемости у РВИ не фиксируют и барнаульские врачи. Супельки, чихание. Как-то рано проснулся необычно, до будильника. Поэтому решили, что в детский сад нам лучше сегодня не ходить. Возможно, в ближайшее время пациентов с подобными симптомами будет больше. Теплая погода способствует развитию вирусов. Тем более, что на территории края полностью закрыты 6 детских садов. Как в этом случае вести себя родителям здоровых детей? Врачи советуют обращаться за помощью в медицинские учреждения и тоже идти на больничный до снятия карантина. Должна быть на руках справка из детского сада от заведующей о том, что действительно в детском саду карантин по остро-респираторной вирусной инфекции. На основании этой справки мы даем листочек нетрудоспособности по карантину. Важный нюанс. Оформлять больничный лист необходимо в тот день, когда в детском саду официально объявлен карантин. С этого момента и будут начислять пособия по нетрудоспособности. В случае заболевания самого застрахованного лица обязанность по оплате первых дней временной трудоспособности, первых трех дней, является обязанностью работодателя. Начиная с четвертого дня пособие выплачивается за счет средств фонда. В случае заболевания члена семьи застрахованного гражданина, либо в случае карантина, пособие с первого дня назначается и выплачивается за счет средств фонда. А вот родителям школьников на больничный в случае карантина в учебном заведении рассчитывать не приходится. Если ваш ребенок здоров, листок нетрудоспособности могут оформить только если чаду не больше 7 лет. Кстати, сейчас в Крае из-за карантина учебный процесс приостановлен полностью только в двух школах. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.